Связать свою жизнь с педагогической деятельностью Нина Деревянных решила еще в детстве. Искать пример для подражания долго не пришлось. Мне очень нравилась учительница начальных классов Александра Семеновна. И я по ее стопам, мне она так нравилась. И я всегда говорила дома, мама, я буду обязательно учительницей. И в педучилище поступила. После училища Нина Федоровна стала старшей пионервожатой. Все вакансии учителей оказались заняты. Она работала в «Звездочке», в зареченских школах, была секретарем горкома ВЛКСМ, помогала редактировать книги об истории города. Одним из важнейших этапов жизни Нина Деревянных считает работу в Доме пионеров и школьников. Она стала его первым директором, лично контролировала создание учреждения доп. образования. Под наблюдением нас привозили все оборудование. Все оборудование делали по этажам, сцену оборудовали. Все, я присутствовала везде. Педагогический коллектив постарался сделать Дом пионеров уютным и гостеприимным, чтобы каждый ребенок мог найти занятие для себя. Ребят было очень много в Доме пионеров, очень много. Даже мы не могли записывать, потому что уже там определенное количество детей должно быть в кружках. Говорю, ребята, ну ждите. И вот так вот приходилось. Как только кто-то выбывал, мы звонили, находили мальчика или девочку, которые хотели очень попасть в Дом пионеров, и они приходили. Нина Федоровна и сейчас не расстается с Домом пионеров. Теперь Дворцом творчества детей и молодежи. Она часто приходит сюда, проводит занятия для школьников. И нередко встречает на улицах Заречного своих уже взрослых воспитанников. Некоторые пионеры до сих пор, как меня встретят на улице, очень, ну как-то, прям вот близко к сердцу принимают, что я ее встретила, что вот были они такие и благодарят. В этом году Нина Деревянных отметила юбилей. Но, несмотря на цифры в паспорте, она все так же активна и по-прежнему искренне любит то, что делает.